Всем привет! С вами новости твоего университетского телевидения. И в ближайшее время вы узнаете последние новости из жизни студентов. Запасайтесь хорошим настроением и мы начинаем! НИУБИЛГУ раскрыл вере для будущих абитуриентов, которым совсем скоро предстоит определиться с местом обучения. На день открытых дверей НИУБИЛГУ съехались учащиеся выпускных классов школ со всей области. Их приветствовала первый проректор вуза Татьяна Балабанова. Она познакомила будущих абитуриентов с возможностями, которые предоставляет университет, в том числе в плане академического обмена. Это то, что даст вам возможность, если вы проявите себя действительно достойно и в плане специальности, которую вы будете осваивать, и в плане знаний иностранного языка, расширить свои знания на международном уровне. О правилах поступления в НИУБИЛГУ будущим абитуриентов рассказал первый секретарь приемной комиссии вуза Александр Гальцев. Новшеств оказалось немного. В 2016 году, кроме оригинала документов об образовании, абитуриенты напишут заявление о согласии на зачисление на выбранную специальность. Были и не самые приятные новости. Минения, внесенные в правила приема Министерством образования и науки Российской Федерации, не подразумевают отдельные 10 баллов за сочинение. Теперь сочинение входит в 10 баллов суммарных за все индивидуальные достижения. Завершилось мероприятие на факультетах и в институтах университета. Вопросы о правилах приема вуз можно задать на сайте приемной компании и в группе НИУБИЛГУ ВКонтакте. В университете прошла Всероссийская конференция с международным участием, на которой рассмотрели вопросы социализации личности в образовательном пространстве. Конференция проблемы социализации и индивидуализации личности в образовательном пространстве традиционная. В этом году организатор конференции, факультет дошкольного, начального и специального образования отмечает свое 40-летие. Поэтому, кроме участников, на открытии собрались именитые гости, в том числе выпускники вуза. Я хочу пожелать всем нам новых проектов, творческих идей и исполнения всех наших задумок. Ученые обсудили проблемы социализации и индивидуализации личности. Вот на сегодняшний день, когда мы говорим о социализации российским подросткам, мы должны обязательно это увязывать с нашей национальной идеей. Но на сегодняшний день мы все знаем, что четкой национальной идеи у нас пока нет. Почетными гостями конференции стали представители редколлегии крупнейшего научно-педагогического журнала страны «Начальная школа». Связи с ведущими вузами педагогическими – это подпитка такая своеобразная. Поэтому подобного рода конференции, они фактически всегда объединяют людей, которые занимаются работой для учителя и для ребенка. Семь образовательных площадок конференции работали при вузе два дня. Программу составили круглые столы, семинары и мастер-классы. Гостем нашей студии стал член-корреспондент Российской Академии Наук, специалист в области антропологии и этнологии Андрей Головнев. Полную версию интервью можете увидеть на нашей странице тут ВКонтакте. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Очень приятно, что вы опять посетили наш университет. Вы у нас работаете, являетесь одним из наших уважаемых академиков. Вы член-корреспондент Академии Наук Российской по замечательному такому направлению – археология и этнология. Как вы, кстати, оцениваете в нашем университете развитие этого направления истории? Здесь есть очень серьезные разработки, прежде всего по части исторической, потому что это связано с самим местоположением Белгорода и университета. То есть это порубежья, где многое быстрено, и поэтому даже история здесь считается антропологичной. В общем, наша территория интересна с точки зрения антропологии поизучать. Вы не планируете здесь как-то поактивнее у нас внедриться, поизучать? И как вы привлекаете ли наших студентов? У меня участвовали в экспедициях магистранты Белгородского университета. Я бы хотел, чтобы это взаимодействие было более широким. Не обязательно на Урале, в Сибири, в Арктике или здесь. Я думаю, что вот сами темы могут объединить многих людей. Хотелось бы, чтобы у нас здесь появилась своя школа под вашим руководством. Сотрудничать здесь – одно удовольствие. Мне очень приятно общаться с людьми. Не только приятно, абсолютно полезно. Это вдохновляет. Я думаю, это двустороннее. Но и школа, она существует, школа антропологии движения. И здесь создана лаборатория исторической антропологии. Я здесь публикуюсь, меня читают, я читаю, мы общаемся. Видите, я вот приезжаю сюда в турне или на гастроли. Спасибо, что вы меня пригласили. Спасибо вам большое. Сильные духом. Именно так можно сказать об участниках спортивных соревнований, которые прошли на базе университета. Спортивный зал «Буревестника» уже в третий раз становится площадкой для проведения праздника «Сильные духа». Его организаторами выступили факультет физической культуры и педагогического института НИУ Белгу при поддержке профсоюзного комитета вуза и управления социальной защитой населения администрации Белгорода. Праздник открыл яркий заводной танец юных гимнасток. Почетным гостем мероприятия стал заслуженный мастер спорта России по пылевой стрельбе магистрант факультета физической культуры НИУ Белгу Андрей Кожемякин. Мне, конечно, здесь находиться втройне приятно, потому что это проходит в стенах этого вуза, в котором я когда-то учился и, кстати, сейчас продолжаю учиться. Хочу поблагодарить руководство вуза за то, что занимается этим хорошим делом, это все правильно, нужно сохранять эти традиции, помогать тем людям, которым, да, действительно тяжело. Участники состязали силе, ловкости, смекалки и быстроте. Ребята с увлечением проходили эстафеты, выполняли комбинации с футболом и мячом. Этот праздник проводится так здорово, там различные эстафеты придумывают сами студенты под руководством наших преподавателей. И те дети с ограниченными возможностями, которые приходят к нам, они с удовольствием участвуют во всех эстафетах, во всех конкурсах. В завершении праздника капитанам команд вручили вкусные призы. Дети получили массу положительных эмоций. Развивающие праздники не единственное, что делается для детей с ограниченными возможностями. На базе факультета физической культуры открыта новая магистерская программа физической реабилитации. Здесь будет вестись подготовка специалистов по реабилитации детей с ограниченными возможностями. Вот и все новости на сегодня и мы прощаемся с вами. Заходите на официальную страницу ВКонтакте, смотрите еще больше сюжетов и наслаждайтесь началом зимы вместе с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!